В Магадане в тестовом режиме открылся первый офис продаж аэрофлота. На первом этаже торгового центра Marimall оборудованы места для работы специалистов и комфортная зона ожидания клиентов. Здесь колымчане могут купить, обменять, оформить возврат билетов и получить дополнительные услуги. Решение об открытии офиса принято на основании договоренностей между губернатором Магаданской области Сергеем Носовым и ПАО «Аэрофлот». Специалисты отметили, что открытие еще одной авиакассы аэрофлота стало необходимым для удобства граждан. Касса аэрофлота, находящаяся в аэропорту Сокол, не справлялась со своими обязанностями. Самое главное вызывало массу нареканий от жителей города Магадана в неудобстве расположения, условиями работы и вынужденными поездками туда и долгими стояниями. Сегодня эта проблема будет решена. Открытием кассы в центре города, в самом крупном торговом центре, в котором есть отличные подъездные пути, удобные парковки, пандусы, все необходимое для маломобильных групп, позволит оказывать данные услуги компании «Аэрофлот» качественно. Мы очень надеемся, что это понравится магаданцам, это будет удобно, комфортно и данная услуга будет востребована. Приходите! Задачу повысить транспортную доступность Дальнего Востока поставил лично президент Российской Федерации Владимир Путин. Льготные авиабилеты в Москву и Санкт-Петербург по 21 авиамаршруту теперь смогут купить все жители Дальнего Востока. Соответствующее постановление о распространении программы субсидируемых авиаперевозок для дальневосточников подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин 31 января 2021 года. Вечерний Магадан обратился к горожанам с вопросом, знают ли магаданцы об открытии авиакасс аэрофлота и планируют ли приобретать там билеты. Вы знаете, что открылась продажа авиакасс, открылись авиакассы аэрофлота? Да, да, да. Планируете ли покупать? Мы уже купили авиакассы. Слышал, слышал, читал даже. Будете ли приобретать билеты? Я нет, но мои родственники будут. Ну, я слышал, да. Планируете ли приобретать? Планирую, да. Не знаю, я не местный. Аэрофлота? Да, знаю. Планируете ли приобретать? Да, я сам буду летать, сам буду ездить. Спасибо большое. Нормально, все нормально будет. В коронавирусе ничего страшного нету. Все будем, через врача будем идти, проверять себя. И все нормально, поедем и обратно приедем. Все нормально будет. Ну, знаю. Планируете ли приобретать билеты там? Нет? Нет. Спасибо. Мы в этот год не едим. Специалисты отметили, что работа по улучшению комфортабельности авиакасс Аэрофлота еще будет продолжаться. После завершения оборудования офиса в соответствии со стандартами авиакомпании планируется официальное открытие и переход на ежедневный режим работы. Эксперты отметили, что основная задача компании – сделать так, чтобы все офисные услуги авиакомпании жители Колымы получали в достойных условиях. Магаданский парк «Маяк» признали лучшим объектом областного центра Колымы. С 11 по 25 февраля в социальных сетях, в официальных аккаунтах правительства Магаданской области и регионального Минстроя прошел опрос мнений. Жители голосовали одновременно на семи онлайн-площадках. Участие в опросе принял 281 житель региона. Лучшим объектом парк «Маяк» признали 116 человек. С момента открытия в декабре 2019 года общественное пространство стало излюбленным местом отдыха горожан. В текущем году благоустройство парка продолжится. В рамках второго этапа прибрежная территория пополнится смотровым мостом, комфортными площадками для отдыха и спорта, кафе, парковкой и гостиничным комплексом «Новая Скандинавия». Одно из принципиальных решений проекта второй очереди – создание пешеходной сети, связывающей треки парка, существующие тротуарные связи, прилегающие жилой застройки и перспективное развитие прогулочной зоны набережной. В молодежном центре прошло награждение победителей фестиваля для школьников «Школьная парта». Впервые торжественное мероприятие награждения прошло без зрителей. Все желающие имели возможность принять участие в мероприятии в режиме онлайн. Организаторы провели прямую трансляцию в социальной сети Instagram. Участники в трех номинациях – музыкальной, танцевальной и театрального мастерства – показали интернет-зрителям номера, которые принесли им победу. Фестиваль у нас проходит уже второй год на территории региона. В фестивале принимает большое количество участников, школьников со всего региона, с муниципальных образований много заявок, с города Магадан много заявок. Посмотреть записи выступления победителей конкурса можно и сейчас на Instagram-странице молодость49. Пенсионному фонду 30 лет. 28 февраля 1991 года на территории Магаданской области создали отделение ПФР. Изначально одной из основных функций организации было обеспечение выплаты пенсий собственными доходами без дотации из центра. Происходило это благодаря сборам страховых взносов от работодателей. В настоящее время ОПФР не только назначает, индексирует и выплачивает пенсии почти 43 тысячам жителей Магаданской области, но также помогает семьям реализовать их право на материнский капитал. Также сотрудники пенсионного фонда устанавливают компенсационные и ежемесячные выплаты за уход за нетрудоспособными гражданами. В век цифровизации ПФР активно развивает электронные ресурсы. На данный момент в личном кабинете гражданина на сайте ПФР доступно 54 услуги. Редакция «Вечернего Магадана» поздравляет организацию с юбилеем и желает дальнейших успехов в работе. Со 2 марта возобновляют работу курсы начальной и базовой туристской подготовки. Проводят занятия не первый год. Методическую составляющую обеспечивает областная федерация спортивного туризма. Преподают участники Магаданского городского туристского клуба. Комитет по физической культуре, спорту и туризму финансирует курсы. Проводить занятия будут до 11 мая. В группе 30 человек. Обычно, рассказывают организаторы, набирают больше людей. Но коронавирус внес свои коррективы. Количество слушателей сократилось. Так что же будет на этих курсах? На этих курсах слушатели будут обучаться по программе, которая согласована с региональной федерацией спортивного туризма. Программа включает в себя такие позиции, как тактика и техника лыжного и пешего туристического похода, опасности в туризме, способ их избежания и преодоления, и как себя вести, если попали в аварийную ситуацию. Здесь также будут такие моменты, как руководство туристскими группами, обеспечение ночевки, то есть как правильно построить бивак. Также на курсах расскажут про доврачебную помощь, питание и в походах, экологическую составляющую туризма, а также объяснят, как себя вести при сходе лавин. Лекции будут проходить два раза в неделю в будние дни, а по субботам – практика, либо тренировка, либо поход. Заканчиваются курсы своеобразным экзаменом – походом на гору Комендант 9 мая. Так почему же важны эти курсы? В социальных сетях есть много групп, посвященных походам и туризму. По словам организаторов, многие любители походов не всегда знают, что делать при чрезвычайной ситуации. И во время путешествия не все могут найти обратный путь. Просто дают объявление, что мы завтра пойдем туда-туда-туда. Кто хочет, пожалуйста, присоединяйтесь. Но при этом, к сожалению, сами авторы этих объявлений зачастую пишут так – мы несем за вас никакой ответственности. Вот это категорически не соотносится с тем туризмом, к которому мы привыкли, то есть спортивным туризмом. Если ты ведешь человека в поход, ты за него отвечаешь. Но, к сожалению, у нас в Магадане были случаи, которые именно объясняются неумением людей ходить в походы, то есть неподготовленностью. Если неподготовленная группа пойдет в поход, может произойти что угодно, утверждают эксперты. Поэтому организаторы курсов стараются охватить как можно больше людей для обучения. После него слушатели получат свидетельство, а сдавшие необходимые нормативы – знак «Турист России». Вручение свидетельств состоится 11 мая. Продолжение следует...